Казанский федеральный университет Я не хотел сказать, что это лекция, это скорее всего больше, наверное, я буду делиться своим опытом и какими-то своими, скорее всего, мыслями и восприятием о том, что происходит в Киргизии и какие-то, может быть, особенности, если говоря о сегодняшней лекции, особенности политического развития современной Киргизии. Лекция называется «Политическая эволюция Киргизии в посоветский период». И почему этот период интересен, потому что именно с момента обретения независимости в Киргизии начались очень достаточно бурные политические процессы. И в силу профессиональной подготовки и дальнейшей карьеры я одним глазком присутствовал поблизости этих интересных событий. И сегодняшняя лекция – это больше, наверное, попытка осмысления того, что происходило и происходят какие-то политические тренды, тенденции, особенности политических процессов Киргизии с учетом местной специфики. Рассматриваем период – это от 1991 года с момента обретения независимости и по настоящее время. Этот период можно разделить на несколько этапов. Начальный – это самое начало, с момента независимости, когда пошли выборы нового президента, принятие новой конституции, выборы в парламент. Это достаточно такой период, когда Киргизия рассматривалась и позиционировала себя как островок демократии в Центральной Азии. Но не всегда все шло достаточно гладко. И для первого президента Киргизии, Аскара Акаева, этот период был многогранным и непростым. Если обратиться к источникам, то в последнее время, в последние десятилетия и в интернете, и в местных изданиях достаточно сильно критикуется его период правления. Об этом чуть позже. Сегодня мы будем говорить о четырех основных игроках на политической арене республики. Это президент, ввиду его особенностей этой фигуры, где-то даже противоречивые, интересные и неоднозначные отношения и его роли, меняющиеся его роли во время политической истории Киргизии. Парламент – это вообще очень интересный орган. Я, наверное, еще на нем отдельно остановлюсь, потому что там, особенно после 2016 года, происходят очень интересные события. Достаточно интересно наблюдать за... Сейчас начали прямая трансляция парламентских сессий и обсуждаем вопросы, там баталии, которые происходят, очень интересно все. Правительство и общество. Правительство выступает в основном на как больше, как и на исполнительный орган, но тоже имеет влияние на политический процесс в стране. Общество в Киргизии достаточно активное, возможно, в силу малочисленности населения и в силу, наверное, каких-то, может быть, сложившихся особенностей, потому что есть даже, как бы, такая шутка, что если два гражданина Киргизии начнут общаться друг с другом, они стопудово станут родственниками, найдут родственные связи. Ну, это так, действительно. Даже в среде политиков, если даже, допустим, два оппонента, может быть, даже каких-то ярых противников, тем не менее у них бывают достаточно такие близкие родственные связи. И порой доходит даже до комментических ситуаций, когда они на политической арене обмениваются острыми заявлениями, потом какой-то там сабантуй, одни в обнимку, друг за другом, рядом с другом сидят, общаются, как ни с чем не бывало. Ну, особенности национальной политики. Начнем с президента. По идее, в идеале, как бы, ну, президент это в понимании, как и простого гражданина. В моем понимании, это та фигура, которая объединяет государство, консолидирует общество и его политические институты. Но, на самом деле, в Киргизии это достаточно непростая должность, непростая фигура. И вот, мы дальше будем об этом говорить. В ходе истории, как бы, мы пришли к тому пониманию, что концентрация власти в одних руках в Киргизии, как бы, невозможна. Потому что, возможно, может быть, это связано где-то с историей, потому что, вот, с момента, где-то, вот, с десятого века у киргизов не было единого правителя. То есть, если брать, говорить о национальных особенностях, у нас есть 40 племен. Они есть четкое разделение на южные племена и на северные племена. Они делятся так, правое крыло, левое крыло и центр. Правое крыло – это северные племена, левое крыло – это южные племена, центр – это центр страны. И, исходя из этого, вот, формировались и, где-то, наверное, подходы к политическому взаимодействию, потому что никто не может и претендовать на какую-то абсолютную власть в стране. Хотя многие видят в самом президенте, это какой-то именно возможность для проявления себя. Но, опять же, не получалось ни у кого до этого нормально, как бы, показать классический образ президента. Если говорить о президентах, в принципе, самым таким долгожителем был Аскар Акаев. Он находился в власти 15 лет. Начал он очень-очень-очень хорошо. Там начались активные реформы, курс на либерализацию экономики, введение национальной валюты, активные политические контакты, развитие, создание новых партий, реформы в образовании, в экономике. Но в какой-то момент, скорее всего, ближе после именно конституционной реформы 1996 года, после вторых выборов, когда он пошел на второй срок, пошло изменение в его политической позиции. Сам Аскар Акаев, он, наверное, знаете, он больше принадлежал к академической направленности. Он не был таким маститым политиком, и, возможно, это, может быть, где-то ему и мешало. И в какой-то определенный момент, особенно после 1996 года, началось активное вовлечение членов его семьи, в частности, его супруги, в политическую жизнь страны. И это, в принципе, открыто обсуждалось и на уровне руководителя министерства, на уровне, скажем, политиков среднего уровня, что многие вопросы должны были решаться через супругу президента Мэра Акаева. Естественно, многим это не нравилось, потому что, опять же, у нас в стране сложилось очень такое резкое разделение на север и на юг, и в бытность президента Акаева северные кланы, политические семьи, они имели, естественно, больший вес. И в этот момент, даже если брать экономику, инвестиции, инвестиционные проекты, в то время гранты, они вкладывались в северные области Киргизии. Это Чуйская, Таласка область, Исикульская область, Нарын. А юг в это время был как чужое дитя. Там шли какие-то свои социальные процессы, не отслеживалось ничего. Пограничные вопросы с соседними государствами не решался ни с Узбекистаном, ни с Таджикистаном, ни тем более с Китаем. И это привело к тому, что когда, то есть, получается, правительство не информировало общество, особенно те регионы, которые, то население, которое жило в приграничных районах, о том, об их деятельности. Допустим, вот вопрос о передаче земельных участков на входе делимитации, демаркации Киргизской и Китайской границы, когда в 2002 году вылились в народные волнения в Акстрийском районе. Это район, который граничит с Китаем. И народ посчитал, что для нас Китай – это большой сосед, и где-то, наверное, неизведанная земля непонятная, что-то непонятное, об этом завтра поговорим. И народ воспринял это как то, что мы продаем почти чуть ли не всю нашу землю Китаю. И на этом фоне пошли народные волнения, которые выступали против передачи этих земель. Хотя, если смотреть именно процесс, если рассматривать саму ситуацию, то этот участок находится в недоступных высокогорных районах. Там, в районе горных пиков, там нет ни пахотных земель, ни пастбищ, ни каких-то там полезных искамаемых. Это просто кусок земли. Потому что было просто удобно, чтобы именно для процесса демаркации, демаркации границы. Это было принято такое решение чисто из-за того, чтобы облегчить процесс подписания соглашения о госгранице с Китаем. И как бы где-то, может быть, даже реверанс в сторону Китая. Но это прошло недостаточно гладко. И на тот момент министр иностранных дел Иман Алиев, он у нас считается одним из основных синологов, таких крупных экспертов по Китаю, он лечился в своей должности. Ему пришлось оставить свой пост, взять ответственность за, как бы общество считало, провал переговоров с Китаем на себя. И ушел с поста министра иностранных дел. Вот это, как бы, где-то, может быть, именно начало отдаления Скоракаева от политических процессов в стране, от того, что его, может быть, даже намеренно изолировали от получения объективной информации, пришло к тому, что привело к Тюльпановой революции. Но предпостылки к этому были тому, что Киргизия пыталась, наверное, где-то взять модель, именно модель политического управления Казахстана, когда в тот момент Дарига Назарбаева, она создала пропрезидентскую партию и продвигала, как бы, получила большинство в парламенте. Естественно, парламент стал поддерживать все инициативы президента. И это урегулировало ситуацию в Казахстане. То же самое попытались сделать и у нас, но это не прошло. В парламентские выборы в марте, в феврале шли несколько партий, в том числе партия Курмамеда Кабакиева. Это он был одно время премьер-министром и политическим партнером Аскара Акаева, но он выходит из южных кланов, с Джалабада, с Джалабадской области. Но, опять же говорю, во время проведения Акара Акаева юг оставался без внимания, без каких-либо инвестиций, экономических вливаний, без инфраструктурных проектов. Естественно, у них было ощущение, что они были покинуты всеми и вся, и в то же время их не пускали во власть, потому что основные посты и в парламенте, и в правительстве занимали выходцы из северных кланов. И все началось с Джалабадской области, с Судакского района, то есть это родная вотчина Курмамеда Кабакиева. Народ был не согласен с проводимой политикой, как бы заявляли, были высказывания о том, что узурпировалась власть полностью, и не все было справедливо в проведенных выборах. Я не буду останавливаться на самой Тюльпановой революции, потому что там, в отличие от революции 2010 года, передача власти как бы прошла без... Ну, Акаев покинул свой пост бескровно, он просто покинул страну, не без того, чтобы каких-то людских, человеческих жертв, в отличие от революции 2010 года. Если говорить о том, что Акаев, он внес какие-то, может быть, установил какие-то политические традиции, именно и восприятие образа президентской должности. То есть в народе осталось понимание того, что президент – это что-то такое далекое, окруженное членами семей, которые пытаются вовлечься во все... вникнуть во все процессы политики, экономики. И не было ощущения того, что это символ единства народа, защитник прав, конституционных прав простых граждан. И, естественно, как бы эта фигура стала достаточно противоречивой и в восприятии правства народа, но и в самой политической системе. Курмабек Бакиев, который пришел на волне от этих мартовских протестов, в ходе президентских выборов он набрал большинство голосов и был избран президентом, почему-то повторил те же... наступил на те же грабли, что и Акаев. Он даже сделал как бы шаг еще вперед, он начал именно применять политические как бы гонения на своих оппонентов. Может быть, вы слышали громкое дело о том, что об убийстве бывшего руководителя администрации президента, Медканча Судеркулова. И до сих пор как бы конкретного... Все обвиняют это брата Бакиева, Джануса, который на тот момент занимал пост главы госохраны президента. Но, тем не менее, опять же, Бакиев начал наступать на те же грабли. Он начал проводить... менять конституцию, усиливать свои позиции, внедрять какие-то новые механизмы по давлению на парламент, на правительство. Опять же, как он говорил, шутил, у меня много братьев, мне даже надо их куда-то пристроить. И его как бы ближайшие родственники занимали достаточно серьезные государственные посты. Один был из них послом Киргизии в Германии, другой занимал пост руководителя госохраны президента. Сын его, Максим Бакиев, тоже достаточно одиозная фигура. Он возглавил одну из структур, по которой занимался именно экономическим развитиям страны. Но, что интересно, хотя как бы не звучала критика в адрес тех политических изменений, которые проходили во времена Бакиева, разговаривая с теми же бывшими сотрудниками администрации президента во времена Бакиева, они, в принципе, хороший упор делали на профессиональную подготовку. То есть приглашались тренеры и преподаватели из Москвы, из Питера, и как бы рассказывали о том, как даже просто разговаривать или размышлять о целях развития страны, куда двигаться дальше. Потому что на тот момент страна двигалась в непонятном курсе. У нас была, если говорить об экономике, у нас сложилась реэкспортная модель экономики, когда, пользуясь своим членством ВТО, киргизские предприниматели привозили товары из Китая, из Урумчи, из Кашгара, и перепродавали их казахским и российским предпринимателям, челнокам на двух крупных рынках страны. На юге это Карасу, а на севере это Дордой. До сих пор эти рынки существуют, до сих пор, в принципе, челноки из Казахстана приезжают. Хотя, несмотря на то, что Киргизстан вступил в ЕАЭС, и появились новые таможенные, пошлины тарифы в отношении товаров из Китая, но, тем не менее, несмотря на пессимистические прогнозы о том, что рынок Дордой и товарооборот с Китаем у нас снизится, нет, он у нас из года в год увеличивается. Чем еще запомнился, как бы, Бибакиев, он, его, как бы, интересное отношение, именно, взаимоотношения и с соседями государствами, в том числе, с крупными державами. Если вы, наверное, в курсе, что у нас на территории страны находилась авиабаза антитеррористической коалиции в аэропорту Манас. Об этом решение было принято во времена Акаева и просуществовало на определенное время, как бы, но в обществе возникали и, как бы, настроения о том, чтобы закрыть эту авиабазу, поскольку она была, с какой-то точки зрения, наверное, инструментом давления и вмешательства во наши внутренние дела, потому что здесь была финансовая, материальная заинтересованность, поскольку там арендная плата была достаточно серьезная. Но Бибакиев в ходе своей президентской кампании он обещал, что он закроет эту авиабазу. Он это сделал, но сделал достаточно интересно. убрали, как бы, условно, военный контингент, но ее переименовали в центр транзитных перевозок. То есть уже боевые истребители не находились на территории авиабазы, но грузовые самолеты и определенное количество морских пехотинцев в США находились на территории авиабазы, где-то около трех тысяч человек. И все они обладали неприкосновенностью и иммунитетом, что и достаточно часто было как бы причиной для многих конфликтов, потому что опять же, на примере Японии, да, Япония, у них до сих пор это проблемная точка авиабазы США на Окинаве и поведение тех же американских военнослужащих по отношению к местному населению. То же самое мы, в принципе, испытывали на себе. Но в отличие от японцев, вежливых японцев, наше население немножко грубоватое, поэтому американцы иногда отхватывали от наших районных пацанов. Приходилось как бы потом разбираться, там ноты протеста, скандалы, но потом, когда этот уже полностью закрылась авиабаза, нам стало легче, честно говоря, потому что, в принципе, даже чисто, если засматривать внешнеполитические моменты, нахождение двух авиабаз, авиабаза УДКБ в Канте и авиабаза в Манасе, для политических маневров страны это достаточно тяжело, то есть, как бы здесь нужно достаточно проводить гибкую политику и согласовывать позиции со всех сторон, это, честно говоря, лишнее затруднение вызывало лишь для руководства страны. Особенности и методы правления Бакиева привели к тому, что 7 апреля произошла апрельская революция с фактами убийства нескольких, около 80 человек сотрудниками госохраны президента. Что интересно, на момент именно в марте 2010 года начались аресты членов оппозиции, в то время это были Тикибаев, Сариев, Тумбаева, и один из членов оппозиции находился в это время в Пакистане, и он являлся послом Киргизии в Пакистане, Виктор Асанов. В настоящее время опять же все равно не получилось избежать негативных последствий, он сейчас на данный момент сидит в СИЗО ГКНБ по обвинению в попытке насильственного переворота государственной власти, но на тот момент он являлся послом, он рассказывал очень интересные вещи, он был очень одно время близок к Киргизии, и он начинал поднимать народ, по его словам, в марте 2005 года, именно в Суздавском районе, в Джалабадской области, он рассказывал такие достаточно интересные вещи, и в марте он предсказал, я тогда был удивлен, он говорит, что Бакиева возможно не будет, и будет президентом Роза Тумбаева. Ну мы так с нашими сотрудниками посудиста посидели, так почесали головы, думаю, ну вроде бы у Бакиева на тот момент были достаточно такие серьезные хорошие позиции, потому что его поддерживали правоохранительные органы, он даже простое население называло в шутку, что Кыргызстан превращается в полицейское государство, потому что правоохранительным органам были даны практически полные полномочия, могли просто остановить человека, я не знаю почему, хотя как бы криминогенная обстановка в городе на тот момент успокоилась более-менее, но везде почему-то были вооруженные патрули, на тот момент ГАИ с патрульной службой объединили, и они как бы почему-то вот такая напряженность была в обществе, вот, хотя вот по данным экспертов также в принципе предвещали, что будет какой-то политический кризис, но возможно, что руководство страны не прислушалось к этим увещеваниям. И в принципе многие эксперты до сих пор ведут споры, были ли это революции, либо это были народные волнения, либо это было какое-то воздействие извне. Насчет тюльпановой революции я не могу сказать конкретно, потому что ситуация неоднозначна, потому что в любом случае было внешнее воздействие, а что касается апрельской революции 2010 года, это действительно было выстраданное людьми, там действительно было настолько спонтанно, потому что никто к этому конкретно не готовился. И даже потом по выступлениям членов оппозиции, которые стали временным правительством, было видно, что они несколько в шоке, потому что представляете, вот этот груз ответственности, груз власти упал на них, до этого они были в опале, теперь они должны были руководить страной. Но я личное мнение, что в принципе то, что выбор пал на Розу Тумбаеву, как президентом переходного правительства, она была достаточно такой компромиссной фигурой на тот момент. Она была достаточно долго на политической арене, она начинала как в комсомоле, потом шла по партийной линии, работала работала и на ДИП-службе, в принципе она достаточно более-менее удовлетворяла как и северные кланы, так и южные кланы. Почему? Потому что она выходит из Таласа, это северная область Киргизии, но в то же время она долгое время жила и работала в Аше, в Оржской области, и она понимала и видела потребности южных регионов, где-то даже может быть какие-то особенности культурные, потому что в принципе даже если брать культурные языковые различия, север и юг отличаются, даже диалектом языком есть какие-то особенности, допустим, даже в еде, да, у нас, допустим, на севере считается гость не уйдет, пока ты ему не дашь бешпармак, это мясо с лапшой, а на юге гость не уйдет, пока ты не угостишь его пловом, то есть даже здесь есть отличия. Если опять же вернемся к этому разобщению север-юг и клановости, тройболизму, многие видят в этом негатив, ну да, где-то это используется и как разобщающий элемент, но как сказал тот же Иман Алиф, Мурат Бегсан Сабаевич, что в принципе клановость и тройболизм присущи многим странам Востока, если взять ту же Корею, те же, скажем, крупные политические лидеры, они именно там семьи, политические семьи, там не кланы, там фамилии, у японцев то же самое, там тоже есть разделение на север, на юг, на южные семьи, северные семьи, в принципе, и они это используют таким интересным образом, но не во вред и не как разобщение государства. У нас же это почему-то используют то, чтобы даже иногда приезжаешь, допустим, на юг, там чувствуешь себя чужаком, а я представляю, что южане чувствуют, приезжая в север или в столицу, потому что это все равно различия в культуре, они не такие большие, но они чувствуются. И, соответственно, восприятие внешнего мира и восприятие объективной реальности где-то, может быть, и как бы остается, опять же, на юге южных политиков до сих пор вот эта обида есть, то, что в первые годы независимости юг был, он действительно был заброшен, там был голод и разруха и то, что им не давали реализовать свои политические амбиции, это он до сих пор сидит. Ну, для Розы Тумбаева она смогла, в принципе, она очень часто ездила на юг, на тот момент я как раз был шефом протокола президента и практически каждую неделю она ездила на юг. Но это было связано с тем, что после апрельских событий у нас пошли ряд межэтнических конфликтов, на севере они были достаточно такие, их быстро урегулировали, там основным были споры с курдским населением, потому что там одно время у нас там живут курды на севере достаточно кучно и опять же есть у нас тенденции миграции, внутренней миграции севера на юг и через села в город, и из разных областей в другую область, и как бы сейчас идет перенасыщение, перенаселение отдельных жилых массивов, пунктов населенных и на этой почве пошли разногласия, но на север-то легко пришло, как бы удалось урегулировать, там просто это был бытовой конфликт, но на юге это приобрело очень достаточно-таки страшные коровавые последствия, потому что опять же я в этот момент работал в Пакистане, а у нас в Киргизии очень много пакистанских студентов учатся в медицинских вузах, что интересно, вот, где-то около трех тысяч человек, и где-то двести человек училось, там есть Оржский медицинский университет граждан Пакистана, и пакистанская страна обратилась к нам с просьбой сопроводить два грузовых самолета, чтобы вывести их из зоны конфликта, получается полетели туда, в Ож, там жуть просто, конечно, мы обосновались в аэропорту, ни воды, воды не было, потому что пошел слух, что оторвили водозаборы, и все боялись пить воду, и везде бронетехника, в город мы могли выезжать только в сопровождении бронетехники, чтобы забирать студентов, порой на обратном пути обстреливали автобусы, непонятно кто, непонятно откуда, вот, но даже там был, обратно увозили груз 200 с собой, потому что один из граждан Пакистана был, ну это была шальная пуля, просто он был убит в случайной перестрелке, там, он просто выскочил на улицу, когда откуда-то пошла перестрелка, хорошо, что пакистанская страна отнеслась к этому с пониманием, они не, мы им просто дали детали этого, скажем, этого инцидента, они на этом успокоились и поблагодарились, что дали возможность вывести своих студентов, но что интересно, опять же, все эти студенты, я на тот момент работал консулом, они все вернулись вошпотом, через год, несмотря на то, что там, как бы, такие были, как бы, не очень приятные вспоминания, вот, но за, практически за полторы недели этот конфликт удалось замять и, как бы, утихомирить обе стороны, в этом еще, я считаю, что очень важную роль сыграл роль Ислама Кримова, потому что, в принципе, он достаточно такая одиозная фигура, но он поддержал действия временного правительства, по крайней мере, на внешнеполитической арене, и в этот период у него, ну, я, как бы, его действия были очень достаточно такие мудрые и прагматичные у Каримова, потому что Роза Тумба вела переговоры с ним, потом все-таки, как бы, тут и этнические узбеки связаны было, и какие могли бы быть возможные действия со стороны Узбекистана, но это тоже удалось решить вопрос, но, опять же, у этого конфликта были большие политические принимались несправедливые приговоры в отношении участников инцидента, и, в частности, может быть, даже где-то именно несправедливые отношения этнических узбеков, но на тот момент народ требовал какого-то возмездия, опять же, судебной системе они шли на поводу этих настроений, и, да, будут их омерить митинги, перенести их, убрать с улицы, потому что на тот момент страна даже ставилась вопрос о наличии является ли Кыргызстан в тот момент государством, то, что о потере государственности шли вопросы, и поэтому у Тумбаева шел как бы такой непростой, у нее была непростая задача о выравнивании ситуации страны, о том, чтобы утихомилить эти митинги, о том, чтобы о том, чтобы именно вот этот накал страстей он спал, чтобы образ того, что Кыргызстан это разваливающее государство, которое теряет свою государственность, она очень много ездила, очень много встречалась, но у нее была прозападная ориентация, поэтому многие переговоры, и даже по карте ее визитов видно было, что она больше ориентирована на запад, потому что было очень много визитов в Штаты, Соединенные Штаты, очень много встреч с политиками американскими, очень много поездок в Европу, очень частые встречи на тот момент с госсекретарем США Хиллари Клинтон, она искала поддержки там, как бы это было ее решение, ее направление внешней политики на тот момент, но в принципе ее заслуга в том, что она смогла, во-первых, своими усилиями утихомирить ситуацию, постконфликтную ситуацию на юге, она уже до этого говорила, она каждую неделю ездила туда, встречалась с населением и с киргизами, и с узбеками, посещала центры компактного проживания, разговаривала, как бы встречалась с представителями местной администрации, разбирала каждый случай какого-то там недовольства, рассматривала итоги решений судебных комиссий, там еще у нас были несколько именно для нас, в тот момент для нас было очень, как бы, страшно, мы боялись, что этот конфликт мировое сообщество определит как геноцид узбекского этноса, но, как бы, благодаря ряду встреч, переговоров и, как бы, приезду международных экспертных комиссий удалось, то, что все-таки это был просто межритнический конфликт, не геноцид, не направленный геноцид узбекского этноса, вот, ну, опять же, там строились, как бы, страшные вещи, это, любой межритнический конфликт, это страшно, но удалось утихомирить обе стороны, где-то загасить, ну, конечно, до сих пор это даже уже, помня, город Ож, Ожские события и после Ож, это два разных города, потому что там, поменялось и, и, и количество населения, особенности ведения бизнеса, особенности городской жизни, вот, ну, в любом случае, эта рана останется надолго, но ее, как бы, удалось пока где-то зашить даже, но все равно этот, этот, этот участок страны, этот юг, он все равно еще тлеть, потому что у нас на подходе еще одна проблема, если говорить, опять же, о юге страны, вопрос именно с таджикским населением, в основном оно проживает в Баткинской области, и что интересно, у нас, опять же, с Таджикистаном не закончен процесс деэлементации, демаркатации границы, потому что даже брать одно село, один дом, он находится на территории Киргизии, другой дом, через улицу, находится на территории Таджикистана, через дом, половина огорода в Таджикистане, половина огорода в Киргизии, то есть, там вот так все, и опять же, и там, получается, межэтнические браки, то есть, там опять же, уже родственные связи, то есть, и там родственники, и здесь родственники, вроде бы, две разные страны, но родственные отношения одни, и поэтому многие вопросы не могут решиться, как бы, где-то, может быть, нужно жесткое решение местной администрации, но они уже не могут принять какое-то жесткое решение, Естественно, родственник обидится, поэтому он не может, приходится идти на уступки. У вас точный менталитет, особенности национальной политики. Но и очень важный вклад Розы Исааковны в то, что она провела президентские выборы и впервые в истории Кыргызстана провела легитимную передачу власти. Без взятия Белого дома, у нас даже были шутки, что каждую весну у нас национальный вид спорта – это взятие Белого дома. Действительно, каждую весну идут митинги, и все боятся, что сейчас опять возьмут этот Белый дом. Но она показала, что власть может передаваться законным образом из рук одного человека в руки другого человека. И, в принципе, это была даже целью ее годового периода правления, потому что даже когда нас брали в ее команду, нас предупредили – вы работаете только год, после года работы вы уходите. Мы сказали – хорошо, ладно. И, естественно, она провела церемонию передачи власти и, в принципе, спокойно ушла. И пришел к власти Алмазбек Атанбаев. Что интересно, когда говорят какие-то формирования политических элит, формирования каких-то новых групп или какие-то новые тенденции в политических процессах Киргизии, я не всегда с этим согласен, потому что, в принципе, у власти находятся одни и же те же лица, которые начинали вместе в первые годы независимости. Просто единственное, их роль меняется. Если брать Бакиева, Бакиев работал, был губернатором Чуйской области, был премьер-министром во времена Акаева, был министром сельского хозяйства и промышленности. Утумбаева была министром на страны дела во времена Акаева. Ой, Акаева, извиняюсь. Атанбаев работал вместе с Бакиевым и с Утумбаевой. Они были депутатами парламента. Если брать других политиков, там, опять же, Тикибаев, который сейчас сидит, лишен свободы на 8 лет, тоже достаточно такая интересная личность. Они все работали вместе. Это одни и те же лица, но просто меняется их позиция на шахматной доске. Но какого-то обновления пока именно в политической карте страны не видно. Мы надеялись, молодое поколение, что придут молодые политики, нам дадут возможность поработать. Вот если брать... Сейчас я уйду вперед. Там Сапара Исаакова, бывший премьер-министр, которого тоже обвинили в том, что он неправильно использовал средства от китайского кредита на модернизацию ТЭЦ города Бишкек. Ну, многие связывали, многие молодые поколения госслужащих и политиков связывали большие надежды с Сапарой Исааковой, потому что достаточно молодой политик. И думали, что будет какой-то прорыв и смена кровей старых на новую. Но как бы пока этого не произошло. Ну, ладно, к этому вернемся попозже. Сейчас давайте перейдем к рассмотрению Алмазбека Томбаева. Тоже очень интересная фигура. В отличие от Томбаева, он начал, опять же, практику преследования политических оппонентов. Его известная перепалка именно в противостоянии с Тикибаевым. В конце концов, это вылилось в арест обвинения Тикибаева. Он был бывший лидер парламентской фракции Апамикен в парламенте. Достаточно он долгий. Такой долгожитель на политической арене Киргизии. Но его обвинили по многим пунктам. И началось уголовное преследование. И поместили его под стражу. Если брать плюсы правления Алмазбека Томбаева, то там, опять же, сближение с Россией, вступление в ЕС, стабилизация политической ситуации. Минус это то, что он преследовал своих политических оппонентов. Его вот эти интересные высказывания в ходе международных встреч, когда он говорил, давайте котлеты и мухи будем отдельно. Ну, несвойственны президенту такие высказывания. И они порой даже, когда вот риторика в отношении Казахстана, критика по политике и позиции Назарбаева, ну, для главы государства, особенно такой, как Киргизия, такая, как бы, недостаточно верные высказывания, они обостряют отношения, тем более, с нашими соседями, но неприемлемые, я считаю. Вот. Единственное, что, как бы, опять же, если возвращаться к плюсам, то, что он провел достаточно, по оценкам экспертов, открытый и честный выбор в парламент, подготовил хорошо проведение президентских выборов и передал влачу нынешнему президенту. Это текущий президент. В принципе, он еще даже года нету, как он находится у власти, поэтому, как-то, может быть, какую-то критическую оценку давать ему, может быть, еще рано. Вот. Его выступление в июне, когда было завершение сессии парламента, он обозначил основное направление развития страны. Ну, по его мнению, это... На первом месте он поставил борьбу с коррупцией, и, опять же, многие считают, что он продолжил практику преследования своих политических оппонентов, убрал старых, то есть, приверженцев, соратников Атанбаев. Хотя, что интересно, и Джеймбеков, и Атанбаев, и Атанбаев, они выходцы из одной партии, социал-демократической партии Кыргызстана. Опять же, в своей речи перед депутатом парламентом он обозначил, в отличие от других президентов, он обозначил то, что развитие регионов будет являться одним из приоритетов развития экономики страны. Экспертное сообщество этому очень обрадовалось, потому что в ходе обсуждения, еще когда готовилась национальная стратегия развития Кыргызстана, многие именно эксперты, они доверили на то, чтобы развивать регионы и особенно приграничные районы с Узбекистана, с Таджикистаном, с Китаем. И была такая идея, что определенные города сделать точками роста для определенных областей. И опять же, тут Джеймбеков заявил в июне этого года, что он берет курс на парламентаризм, соответственно, логически можно предположить, что это не узурпация власти, не будет предприниматься какие-то попытки с его стороны, и будет поддержка и усиление полномочий парламенту. Но это будет видно, потому что, это сейчас пока еще рано говорить, потому что очень много сейчас таких тонких моментов, и есть определенные угрозы для дестабилизации политической обстановки, но мы об этом поговорим чуть дальше. Парламент. Парламент вообще-то интересный орган. Он был то однопалатным, то двухпалатным, то опять однопалатным. Сейчас идет шестой созыв парламента, 120 депутатов в обществе говорят, что это слишком много для 5 миллионов населения. Мы столько депутатов не прокормим, но, тем не менее, такое количество депутатов позволяет в какой-то мере, опять же, представить и все регионы, все, опять же, этнические группы, все какие-то, может быть, политические направления. Многие критикуют работу парламента, вот именно с момента, даже, в принципе, с момента создания. Но, с другой стороны, нынешний парламент интересен тем, что он отражает, в принципе, там представленное все общество. Там есть и бизнесмены, там есть, в принципе, и политики, там есть и представители бизнеса, интеллигенции. То есть, он достаточно пестрый, но в то же время, я считаю, что он отражает именно текущее современное общество Киргизии. Такое, какое оно есть, со всеми его плюсами и минусами. Вот эти, опять же, многие какие-то резкие заявления, которые звучат с парламентской трибуны, вот, и, опять же, вот этот хаос той законодательской работы, которая проводится в стране. Потому что многие депутаты, они, опять же, для многих наших граждан, фигура депутата, это тот, кто может решить пойти к президенту и решить вопрос. И население прям, как бы, осаждает двери приемной парламента и несет записки. И поэтому законопроекты принимаются, допустим, нету такого понятия, как планирование законопроектной деятельности. Оно такое ситуационное и в основном зависит от либо личных интересов депутата, либо интересов его в основном бизнеса. Почему, допустим, в одно время у нас в конце 2009-2008 пошел строительный бум, в принципе, квартиры начали продаваться, и многие на этом бизнесмены поднялись. Естественно, они пошли во власть, пошли в парламент, и сейчас очень много депутатов, которые представляют строительный бизнес страны. Естественно, пошло изменение в законодательстве в области строительства, облегчение налогового времени в области сертификации, получение разрешительных документов. Но, опять же, это исходит из того, что у них есть какие-то интересы в бизнесе. Но что интересно, опять же, вопрос партийного строительства. Как только депутат покидает партию, выигрывает выборы от своей партии, по партийным спискам попадает в парламент, он теряет связь со своей партией. Что интересно. И это отмечается многими экспертами, самими депутатами, что хоть даже есть такая практика, что лидер партии является и лидером фракции парламентской, но фракция больше даже как-то, наверное, какая-то просто картинка или внешний какой-то образ. На самом деле у них, даже у нас разделение именно по партийным, то есть разделение на правые, левые, центристские партии, именно по идейному разделению. Но даже такого у нас нету, потому что у нас есть либеральные партии, социальные партии, какие-то прогрессивные партии, но у них именно идейной привязки к партийной деятельности партии нет. То есть разрыв именно между самой партией, ее идейной подоплекой и работой депутатов. Порой даже деятельность депутата, даже законотворческая и политическая идет в разрез с предвыборной программой партии. А почему? Потому что даже если анализировать предвыборные программы партии, которые прошли в шестой сузов, они как будто копипейст, почти похожие. Единственное, там менялись либералисты, социал-демократы, прогрессивные, все. И что интересно, потом никто мониторинг выполнения предвыборных программ не ведет. Ни сама партия, ни парламент, ни даже гражданское общество не смотрит на них. Почему? Потому что именно общество воспринимает партии не как какое-то идейное объединение, а как группа отдельных депутатов. То есть есть яркие парламентарии, которые имеют какой-то определенный вес в основном среди своих родственников или того региона, откуда он родом. И поэтому у нас очень большой вопрос именно по партийному строительству. Достаточно низкий уровень подготовки, взаимодействия и партийного аппарата, и взаимодействия партии с избирателями, обратной связи. И, соответственно, автоматически обратная связь депутатов со своими избирателями тоже отсутствует. И им, хотя, конечно, выдаётся время на то, чтобы они выезжали в регион, общались со своими избирателями, но они в основном ездят туда пообщаться со своими родственниками. Ну, те же избиратели. И нынешний парламент ещё интересен тем, что, если посмотрите на слайд, очень много и лидеров фракций, депутатов либо осуждены, либо заведены уголовные дела. Некоторые даже просто покинули страну, убежали. В принципе, в истории парламента такого активного воздействия со стороны депутатов, заведения уголовных дел, коррупционных скандалов такого не было. Именно пятый и шестой созыв парламента отличились тем, что даже сериалы можно под ним снимать. Особенно то, что касается того же Тикибаева, таких серьёзных фигур, либо Банова. Он тоже достаточно авторитетная политическая фигура, был премьер-министром, возглавлял фракцию, но теперь он сложил полномочия и опять же покинул территорию страны. Почему? Потому что нынешний президент, когда были дебаты во время предварительной программы, и они дискутировали на тему, что кто будет делать, когда придёт в власть. И нынешний президент сказал к Бабанову, если я стану президентом, первым, кем займусь, будешь ты. То есть я подниму все твои коррупционные скандалы и займусь тобой. В принципе, он своё обещание сдержал. И Бабанову пришлось покинуть свой пост лидера фракции и покинуть пределы страны. Если так сделать короткий обзор парламента, у нас шесть парламентских фракций. Из них четыре представляют парламентское большинство. Причём фракция Республика Таджур присоединилась к этой парламентской большинству только в апреле этого года. Ну, опять же, фракция эта чисто даже больше, наверное, какой-то просто внешний, потому что понятие фракционной дисциплины, какое-то фракционное взаимодействие или единая линия политика фракции в рамках парламента, её не существует. В основном каждый депутат, он либо сам по себе, либо следует за более сильным коллегой. Правительство, оно у нас как беспризорное дитя. За всё это время сменилось 29 примеров. То есть у нас, получается, независимость у нас 27 лет, да? С 91-го года, да. Поручается, почти каждый год считать сменялся по примеру. И пытались как-то, опять же, одним из условий было, чтобы кандидатура премьера устраивала и южно-северные кланы. Но не всегда это получалось. И уже как бы начиная с времён Бакиева, многие премьеры уходили по каким-то, по итогам какого-то скандала. Тот же Бабанов, он покинул пост премьер-министра после того, как выяснилось, что якобы ему подарили дорогого турецкого скакуна турецкие коллеги. И как якобы, что он там, опять же, звучали слова, что он продался туркам и всё такое. Тимир Сарьев, тоже один из старых политиков, тоже был премьер-министром, покинул пост премьер-министра во времена в бытности президента Тамбаева в обвинении, что он неправильно использовал средства на строительство автодороги. Опять же, возвращаясь к Сапару-Юсакову, тоже скандал с тем, что ТЭЦ города отключилась почти на полторы недели, когда на улице был мороз минус 28-27 градусов. Столица республики была без света, без тепла. Больницы, стратегические объекты, тот же Белый дом, дом правительства, без света, без тепла. Это было жутко. Представляете, тёмный город, это вообще страшная вещь, как будто какая-то война, что ли. И вот такие мысли посещали, если кто-то хотел бы дестабилизировать обстановку в стране, совершить какие-то там, ну опять же, даже тот же переворот, могли спокойно воспользоваться этим. Очень спокойно, потому что такой накал стрессии был. Люди уезжали, покидали столицу, уезжали к своим родственникам в сёла, в регионы, потому что там было печное отопление, можно было хоть как-то согреться. И я просто не представляю, как, допустим, те же одинокие пенсионеры выживали. И сколько, я даже специально смотрел статистику, в Минздрав не было сообщения о том, что сколько поступило именно в связи с переохлаждением пациентов или погибших. Такого не было, потому что больницы сами были без света. Операции проводились как в военно-полевых госпиталях, аккумулятор, либо генератор, свет и в холодных условиях. Это вообще было жутко. Но если говорить о вот этом вопросе, именно не целевом использовании средств китайского кредита на модернизацию ТЭЦ Республики, многие эксперты, технологи, техники по техническим наукам, они склоняются к тому, что всё-таки именно не в том, что кредит был неправильно освоен, либо то, что китайская сторона что-то не додала, некачественную продукцию предоставила, а то, что именно с персоналом самой ТЭЦ неправильно проводились профилактические подготовительные работы. И в связи с тем, что там некоторые котлы просто вышли из строя, они замёрзли, лопнули, температура была очень низкая. И многие видят в том, что особенно в этом случае со скандалом ТЭЦ Бичкека, что благодаря этому часть команды Атамбаева была смещена с политической арены. А там были в основном представители, скажем, молодого поколения политиков. Это тот же президент Сапар Исаков, глава госэнергохолдинга, министр энергетики. Они все были достаточно молодыми по меркам политической жизни страны. И в связи с тем, что вот эта частая связь премьер-министра происходит, естественно, институциональная память самого правительства, реализация, допустим, одного там какого-то правительственного проекта или какого-то правительственного плана, об этом нельзя говорить. Поэтому такая чехарда и в кадровой политике, и в реализации правительственных программ. Многие программы просто отчёты делаются на бумаге. На самом деле ничего не делается, и поэтому народ не видит того, что правительство предпринимает какие-то серьёзные шаги. А может быть, одна из ключевых проблем в том, что нет институциональной памяти. Правительство просто не даёт работать, потому что идут нападки со стороны президента, со стороны парламента. Это даже доходит до такой комической ситуации, что сейчас-то получается парламент утверждает кандидатуры членов правительства. Ну, опять же, там есть квоты на оппозиционные должности и квоты на парламентское большинство. А потом же свои же сопартийцы, скажем так, критикуют работу своего же коллеги. И они вот так его гасят, что он там вообще... И многие эксперты говорят, ну почему тогда парламент бьёт своё же правительство? То есть здесь как бы вопрос именно формирования, мы к этому позже вернёмся, формирования политического заказа со стороны парламента в адрес правительства. Вот. И этот вопрос сейчас идёт очень такое бурное обсуждение в экспертных кругах. К этому чуть попозже вернёмся. Ну, здесь просто карта правительства, то, что именно разделение на юг и на север, пытались попытки именно ставить премьеров, когда были, допустим, недовольства южных областей, ставили премьеров с юга, когда было какое-то недовольство северных областей, и северных кланов ставили, северных премьер-министров, выходцев из севера. Ну, это как бы часть политической культуры, от этого мы пока никуда не денемся. Говоря о гражданском обществе, у нас общество достаточно активное, проактивное, даже сказал. Очень большая вовлечённость. Ну, нас мало. Поэтому все читают газеты, сейчас особенно даже в высокогорных районах, на пастбищах, ловит интернет. И почти там у каждого второго по две, по три сотки. У нас несколько мобильных операторов, и как бы сложилась такая интересная традиция, что в основном три номера. Три основных мобильных оператора, и у каждого по три телефона. С одного номера звоним своему соседу. То есть по этому оператору, потом оператору, по этому оператору. То есть сотовая связь у нас достаточно, хотя она дорогая, но достаточно распространена. И интернет, и особенно соцсети достаточно хорошо развиты. И даже в регионах люди очень активно участвуют в соцсетях. У нас, если брать, до этого был Facebook хорошо шёл по активности, участие населения. Сейчас в основном одноклассники и ВКонтакте. Одноклассники почему ещё так популярны? Потому что туда наши соотечественники, которые живут в дальнем зарубежье, они там тоже присутствуют. И идёт обмен информацией, лайками, картинками. И какое-то политическое событие, и сразу идёт волна реакции в соцсетях. И даже многие какие-то решения принимались и правительством, и парламентом на основе реакции пользователей соцсетей. Это очень интересный момент. Но опять же, исходя из истории двух революций, естественно, у народа практически абсолютно недоверие к власти. И такое отношение, иногда складывается такое ощущение, что бизнес, гражданское общество отдельно, правительство отдельно. И общество, допускай, работает, лишь бы нам не мешали жить, не мешали нам работать, особенно у бизнеса. Естественно, так как в стране нет крупных предприятий, их мало, почти нет. В основном активность занимает малый и средний бизнес. Это в основном челноки, то есть сфера розничной торговли, те же рынки Дордой, Карасу, сфера услуг и швейное производство. Достаточно так оно, в принципе. И что интересно, опять же, в связи с вступлением в ЕАЭС и предрекалось именно спад деятельности малого и среднего бизнеса, но, тем не менее, бизнес смог очень быстро переориентироваться, найти новые рынки сбыта в России. И сейчас очень много, сейчас у нас появилось товаров из Белоруссии, что интересно, очень активно белорусские медицинские компании у нас работают в плане поставки медицинского оборудования, имплантов для зубных протезов, для ортопедии, для хронеопластики. До этого мы ввозили, был такой момент, ввозили очень много праворуких машин из Японии. Прям бум был вообще. И что интересно, этим занималась пакистанская диаспора, которая живет у нас в Киргизии и которая живет в Японии. То есть этот рынок был монополизирован пакистанцами. Но, опять же, интересные такие моменты. А сейчас, в связи с тем, что у нас введен запрет на ввоз, с следующего года будет запрет на ввоз праворольных авто, у нас появилось большое количество именно завоза с России, российского автопрома. Очень много машин стало. И, в принципе, все достаточно, как бы, очень активно пересаживаются на «Ладу Калину», на «Нивы», на «Дайву Матис». Но, опять же, с российского производства. В принципе, по ценам они достаточно-таки комфортные для местного населения. Особенно в период правления Акаева очень пошло резко увеличенный разрыв между доходами у населения. То есть появилось определенное количество богатых людей, при этом уровень бедности достиг чуть ли не 70% от общего количества населения. И разрыв этот очень каждым разом все увеличивался и увеличивался. При этом средний класс, он вымывался. Почему? Потому что многие мигрировали в Казахстан, в Россию, особенно специалисты, интеллигенция. И это до настоящего момента ощущается, что в рабочих специальностях, что в сфере образования особенно. У нас достаточно хорошие были медицинские и технические вузы. Но сейчас уровень подготовки специалистов, медиков и техников оставляет вообще желать лучшего. Потому что вот эти маститы, профессора, доктора наук, доценты, они все разъехались. Достаточно очень активно идет миграция из села в город. Хотя, в принципе, наблюдалось. Сейчас, опять же, народ нашел новые выходы, новые рынки сбыта в Казахстан сельской продукции. Тем более, что сейчас в Узбекистане ситуация улучшается. Поэтому часть сельского хозяйства идет в Узбекистане, в Таджикистане. Но в любом случае, в городах, особенно в Ашебичкеке, идет очень сильное перенаселение и концентрация населения. И растет социальное напряжение. Потому что, опять же, вечный конфликт между сельскими и городскими. При этом, опять же, критическая масса людей из регионов, она увеличивается с каждым годом, особенно в столице. Ну, и, опять же, естественно, миграция населения в Россию, Казахстан-Дальне-Зарубежье. Очень важным моментом, особенно после 2010 года, стало осознание общества в том, что они могут влиять на власть. Но, опять же, с учетом особенностей национальной политики, мы это стали использовать в несколько негативном формате. То есть, по каждому мелкому опросу люди выходили перед Белым домом, проводили митинги, нам не сделали мост, все, там, конец. Чуть ли не атакуют Белым домом. А после 2010 года вот это кучкование людей, мы все боялись уже, особенно те, кто сидят в Белом доме. Потому что я сидел в это время в Белом доме, это страшно просто. Там люди начинают подходить, думают, блин, опять началось, что ли, особенно весной. И появился такой интересный социальный феномен, как ОБОН, называем его. Ну, грубо говоря, это отряд баб особого назначения. То есть, берутся такие голосистые тетки, с комбинального горного села, которые хорошие язык подвешены, такие крупные, здоровые. Дается команда, там, определяет цель вашего этого. И они выходят и начинаются. Они кучкуются, естественно, им это платят. Даже вот сейчас, даже проходя в город, они собираются в основном в центре города, там есть бульвар Дзержинского. Они там любят кучковаться, собираются, и там проходишь и слышишь. Так, вот мы сегодня критикуем вот этого, вам востоката дают, обед востоката, ужин востоката, автобус забирает вас востоката. И они, да, и это как бы уже стало их доходом. То есть, это как бы, может быть, даже будущие лоббисты, может быть, я не знаю, общественный институт подготовки политических лоббистов. И достаточно они хорошо владеют риторикой, именно на эмоциональном уровне, хорошо подвешенный язык. Они могут там, особенно если представители власти выходят, они все, они там теряются. Их со всех сторон окружают, гасят их, чисто так, по понятиям, если говорить грубо. И они, чиновники боятся к ним выходить, потому что, ну, сильно там их просто съедят. Это со стороны, это кажется страшным. Но наряду вот с такими, скажем, интересными процессами нарастает, это мое личное мнение, разновекторные социальные процессы. То есть, с одной стороны, модернизация общества, то есть у нас, в принципе, очень много выезжает за рубеж, обучаются, потом возвращаются. Достаточно активно молодежь, там, опять же, используют в социальных сетях, какие-то там ивенты проводятся в столице, в регионах, какие-то там молодежные течения, опять же, там же хипстеры, там барбершопы, кофешопы, вот это все, там, вайны, вейперы. То есть все это есть, то есть это как бы все это идет, все это развивается, но в то же время идет эта исламизация и в том числе молодого поколения, молодежи. Очень много, увеличилось количество посещающих мечеть во время пятничного намаза, но когда с ними разговариваешь, понимаешь, что у них это больше как идет модный тренд. То есть, ну, все идут, я иду. Раз я иду в мечеть, ну, это мои друзья, это мечеть, ну, это модно. Но какого-то понятия о духовности или даже об основах ислама у них, в принципе, вот, разговаривания с ними нет. В основном это, они копируют разговоры старшего поколения, там, какие-то хадисы, но даже какие-то аяты из Курана они не знают элементарно. Поэтому это несколько даже опасная тенденция, потому что, когда человек не знает хорошо основы религии, его можно запросто промыть мозги на этом фоне. И на этом фоне очень много я был поражен. Пару лет назад проводилась телепередача была о тех, кто участвовал в боевых действиях в Сирии, граждан Киргизии, и вернулись. Они, по их рассказам, там, они в основном помогали, не участвовали в боевых действиях, не стреляли, просто там были там кто поваром, кто там подносил снаряды. Но и они работают, работают кто поваром, кто там водителем, кто охранником. Я, опять же, представляю, человек, который все равно прошел боевые действия, участвовал, видел это. В любом случае, он умеет держать автомат, знает, законит, конец держать автомат. В любом случае, ему промывали мозги. Это же потенциальная, не знаю, потенциальная угроза, потенциальная угроза роста экстремизма, экстремистских настроений в обществе. Плюс еще идет такая тенденция, как мне назвало это национализм, но это просто, как бы сказать, национализм тоже там вопрос, именно вопрос где-то даже насильства, наслаждения киргизского языка, потому что у нас с 2002 года, кажется, русский язык является официальным языком. То есть, по идее, если идет, допустим, надпись на киргизском, рядом обязательно по закону должна быть на русском надпись. Особенно в госучреждениях, то есть там, допустим, название госучреждения на русском и на киргизском. Там, допустим, какие-то инструкции, объявления русский, киргизский, должны быть все вместе идти. Сейчас, по сути, такая тенденция, что только на киргизском пишут. А у нас достаточно большое русскоязычное население, даже киргизы, которые не совсем хорошо говорят по-киргизски, это сложно становится. За счет этого в госорганах идет вымывание специалистов, потому что у нас основные источники это что? Русскоязычные издания, ну, англоязычные редко. Естественно, даже по той же медицине, да? У нас нет до сих пор киргизско-русского медицинского словаря. Я не знаю, как врачи объясняют диагноз своим пациентам, ну, не знаю, там, у вас нейроциркуляторная дисфункция с понижением, там, сасывающей функции тонкой кишки. Я не знаю, как они так говорят пациенту. Потому что нет перевода на киргизский язык вот этих терминов. Есть там название определенных органов, но есть трудности в этом. И наша академия, ну, которая, по идее, должна была призвана выпускать словари, не знаю, чем она занимается. Но я еще говорю о том, что вот есть такая тенденция, когда, получается, определенная часть населения вызывает за возврат к корням, усиление, там, возвращение к обычаям, к истокам, там, традиции киргизов возродить. Но, по идее, их никто не знает. Потому что в каждом, даже в каждом селе свои традиции, в каждом регионе. И вот это мы еще называем беспощадный киргизский той, когда, не зная за что, не зная за кого, огромные деньги бухаются, там, похороны, получается, как будто это, не знаю, вечеринка века. Столько денег уходит на это. Естественно, и вот такие моменты, они идут именно в разрез друг к другу. С одной стороны, ислам, который, в принципе, выступает где-то даже за аскетизм, за учет, потому что те приверженцы, допустим, те, кто встал на путь именно ислама, они в основном задействованы в торговле. Они уже тоже в своей, как бы, диаспоры идут, они работают в своей торговле, потому что там вот используют методы исламского финансирования. У нас даже есть банки, введена система исламского финансирования. В определенной, есть даже банки, где есть, выдают финансы, кредиты на основах исламского права. Вот. И они где-то вот выступают против, там, тех же крупных сабантуев, там, экономия средств. А с другой стороны, националисты, которые выступают, чтобы говорить только на кирийском, не говорить на арабском, мы можем, какие хотим мероприятия делать, одевайте только национальную одежду. Не одевайте вот эти, там, хиджабы, арабскую, пакистанские, эти, балахоны. То есть, разновекционное движение, я, честно говоря, не знаю, к чему это приведет, потому что, скорее всего, то, что наберет наиболее критическую массу, но если вот эта радикализация будет, это будет страшно, потому что для нас, для такой маленькой страны, в центре евразийского континента, с неразвитыми коммуникационными, коммуникациями, транспортными артериями, закрыться, стать вот этим закрытым обществом, это, 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 потенциальная смерть. По идее, мы должны быть открытыми миру, мы должны сохранять эту многонациональность, потому что, это, это интересно, потому что у нас, допустим, корейские салаты, это уже часть любого застолья, там, Новый год, день рождения, допустим, дунганская кухня, это вот этнические китайцы, но мусульмане, тоже дунганская кухня, очень популярна у нас, тоже, опять же, это уже часть любого застолья, что сейчас интересно, тоже очень много, вот грузинский шашлык, армянский шашлык, то есть, в плане, там, очень популярна стала лезгинка, вы же, прямо, вот любое застолье, всегда лезгинка, даже курсы по, по изучению лезгинки у нас открывается, и молодежь, любит танцевать лезгинку, не знаю, прямо, нравится им, и вот свадьба, это вот стоишь, смотришь, ритм лезгинки, там, в колпаках белых, там, танцуют лезгинку, интересно, у нас сейчас, и опять же, очень много, если говорить о влиянии Востока, что интересно, очень много корейского, малого и среднего бизнеса у нас появляется, я опять немножко отхожу от темы, но просто хочу об этом сказать, с Южной Кореи приезжают предприниматели, открывают рестораны, косметические салоны, и в основном торгуют косметикой, интересно, просто я удивляюсь, у нас вроде бы рынок маленький, хотя, конечно, может быть, в плане законодательства легче, для открытия частного предприятия, но в любом случае, вот эта тенденция, именно миграции с Южной Кореи бизнесменов, в бичкеке, она имеет место быть, вот, но если рассматривать, возвращаясь опять к политическим реальным стороны, если рассматривать, вот каждый элемент политической системы, как часть системы, то институт президента на данном моменте, на данном этапе, он все равно проходит процесс трансформации, и в любом случае, вот эта непонятная его роль для части населения, то есть нужно определить, либо он является действительно гарантом, символом единственного народа, либо, так как мы взяли курс на парламентаризм, он отходит в сторону и не вмешивается в дела государственной политики, больше, как идет, как именно консолидирующая должность, может быть, даже примеряющая, здесь, как бы, здесь нужно думать над тем, над ролью президента в жизни страны, потому что, опять же, тот же Джеймс Бейков, он заявил о том, что будет курс на парламентаризм, при этом он, как глава государства, он говорит о векторах развития страны, как какие-то цели странного развития, обозначает, но одно время у нас были тоже дискуссии о том, чтобы передать полномочия по формированию внешней политики и внутренней политики, в том числе, в парламенту, плюс именно определение, именно направлений, стратегические направления развития страны, тоже отдать парламенту, потому что все-таки у нас, ну, парламентская республика, парламент избирается народом, формируется правительство, по идее, как бы, по логике вещей, должно быть так, но потом в итоге сами парламентарии отказались от этой идеи, хотя они одно время там усиливали и передали полномочия формирования внешней политики президенту, внешней и внутренней политики президенту, и в то же время, опять же, то же самое разрабатывалось, была создана группа в рамках парламента, экспертная группа, куда входили независимые эксперты, депутаты, сотрудники парламента, где была сделана попытка именно как-то вот склеить, нарисовать именно видение парламента как органа или ветви власти, которая именно задает вектор развития страны с учетом общественных заказов, но это к этому позже вернемся, чуть дальше, но все-таки президент перехватил инициативу и сейчас опять же именно направление движения страны определяется президентом. В любом случае, опять же, у этого же президентской должности есть двойственность, она вроде бы заморали себя до этого президенты, а в то же время все смотрят на это как на ключевую фигуру, да, у него власть есть, да, многие хотят эту позицию и да, многие обращаются к нему для решения каких-то споров, поддержки своих инициатив, то есть здесь нужно именно для того, чтобы этот институт существовал и достаточно успешно и не было вот этих революций, мне кажется, что именно должность президента должна иметь какие-то четкие, ощутимые грани и зоны ответственности, вот, поэтому мне кажется перед Джинбеком сейчас стоит именно решить, либо он будет усилять свои полномочия, ну тогда говорить о парламентской республике невозможно, либо он будет их уменьшать, но пока об этом речи не идет, потому что исходя из его выступлений, из его и внутриполитической, и внешнеполитической активности он достаточно об уменьшении полномочий президента пока мы не можем говорить в любом случае. Вот, сейчас попытаюсь вам эту схему объяснить. Вот эта схема, это я ее как бы взял из обсуждений мы в ряде проектов с экспертами когда встречались, у нас были мозговые штурмы и мы определяли именно работали в основном с парламентом, потому что была парламент, ну, парламентская республика и нам был, у нас был заказ на всесторонний анализ деятельности парламента и более углубленный, то есть функциональный анализ парламента и вообще его место в политической системе страны. И мы начали говорить о том, что по идее в классической теории у общества должен быть какой-то общественный заказ, то есть выбирает депутатов или даже общество дает какие-то полномочия властным структурам, говорит, вот мы вас нанимаем, у нас есть вот такие наши хотелки, пожалуйста, их выполните. Ну, конечно, общество не такие абстрактные, но поэтому задача тех же партий в своих предварительных программах сформировать это так, чтобы народ понял, сказал, а да, вот эта партия устраивает все мои потребности, я буду голосовать за нее. Соответственно, депутаты, которые приходят в парламент, если там это парламентская фракция, которая получила большинство голосов либо как коалиция большинства, они, исходя из своих предварительных компаний, которые были сформированы на основе общественного заказа, они это все перелопачивают и формируют политический заказ правительству. Правительство, в свою очередь, оно, естественно, создает свою прямую работу и, естественно, идет как бы взаимодействие с общественным в виде предоставления услуг, каких-то нормативных правовых актов и, соответственно, обратной связи. Но этого пока ничего на деле пока этого нет, потому что, опять же, вопрос партии, партийная программа и там нету идеологии, там нету каких-то концептуальных вещей, а предварительная программа строится так, просто для красивого словца, а в общественном заказе, то, что его кто-то там хочет понять, выслушать, тоже нет. И, естественно, политический заказ от парламента правительства, он, его нету то же самое. И правительство, оно, хоть и те же депутаты, они становятся министрами, они потом создаются такое ощущение, что они интуитивно что-то там напишут, а вот это было, потом идут в парламент и утверждают свою работу, свою правительственную программу. Но при этом они получают такой шквал критики, такое ощущение, что это оппозиционное правительство, и парламент должен его изжить. Хотя, опять же, это те же сопартийцы, депутаты, которые они вчера вместе работали. и поэтому вот этот, то, что вот этих элементов нету, и поэтому идет пробуксовка, мне кажется, в целом общей политической системы. Хотя, опять же, у общества есть осознание того, что они могут повлиять на властные структуры, они могут выразить свое недовольство настолько, что там глава государства покидает свои посты, выбегают другие республики. Поэтому в этом плане, опять же, были попытки осмыслить это, но в то же время вопрос идет именно по президенту, потому что по идее в классической парламентской республике президент, он больше такие формальные функции выполняет. Здесь же сейчас у нас он воздействует не как на общество, как фигура, которая имеет большой вес и влияние, воздействует на партии, потому что, опять же, нынешний президент, один из лидеров СДПК, это считается правящей партией. Опять же, он влияет на правительство, потому что он имеет право назначать, он имеет право определять министра обороны, министра внутренних дел, то есть весь силовой аппарат у него, под ним, считайте. Здесь же он имеет влияние на правительство и на тот же парламент через генпрокуратуру открывая уголовные дела. И поэтому пока вот такой именно раздрай будет в политической системе говорить о том, что о дальнейшем развитии парламентаризма невозможно, потому что сначала нужно определить, кто такой президент, его отношение к парламенту, а потом уже говорить о развитии парламентаризма. Потому что просто тащить, говорить, что нужно усилять парламент, нужно улучшать качество законодательной работы, улучшать парламентский контроль, но при этом, если президент будет вмешиваться в работу, каждый раз работ в парламент, Это оно ни к чему не приведет. Опять же, если говоря о парламентаризме, то здесь опять же идет вопрос либо о развитии, либо о функционировании. То есть режим функционирования, то, что они оставляют статус-код так, как есть, и двигаемся. То есть, да, президент иногда вмешивается, да, мы там с чем-то меримся, с каким-то его воздействием, влиянием. Нас это устраивает, мы какие-то свои личные интересы решаем и идем дальше. Либо это развитие, то есть когда нынешняя картинка определенную группу лиц не устраивает, ну, тех же политиков, тех же депутатов, и они видят картинку будущего. Это очень важно, потому что любая цель, она это картинка будущего. То есть мы видим, а, Кыргызстан там через 20-30 лет должен быть таким-то, таким-то. И тогда они могут сказать, что парламент в нынешнем положении или парламентаризм, он не сможет привести к той картине будущего, которую мы хотим. В нынешней принятой национальной стратегии устойчивого развития была приведена попытка именно формировать картинку будущего страны. Но все зависит от того, как ее будут исполнять, как ее будут внедрять в жизнь. И опять же, этот документ был спущен с аппарата президента, он был спущен в парламент и был спущен в правительство. То есть они через себя этот документ не пропускали. И насколько парламент будет лоббировать вот этот документ стратегический, который до 2040 года, я не знаю. Насколько этот документ получит поддержку в правительстве, я не знаю. Насколько общество сможет его, опять же, воспринять, я тоже не знаю, потому что документ достаточно объемный и сложный для восприятия простого населения. Поэтому очень важно в этом вопросе понять, что кто будет делать. Если парламент будет меняться, то, соответственно, он должен меняться и президент. Потому что здесь оставаться в таком нынешнем положении и говорить о развитии парламентаризма мы не можем. А, правительство. Правительство, если оно как исполнитель политического заказа, оно просто должно улучшать свою работу. Здесь можно говорить об улучшении процессов, минимизации бюрократии, улучшение качества услуг, улучшение внутренних коммуникаций в таком плане. Опять же, возвращаясь к обществу, все сложно. Все сложно. Потому что есть риски, и я не знаю, как с ними, кто на них будет отвечать. Потому что, опять же, часть политических лидеров, они тоже подверглись исламизации. Потому что, допустим, в парламенте, кстати, в парламенте очень есть намазкана. И очень много было возмущений, что как это светское государство и в законодательном органе там есть какое-то место, где люди ходят молятся. Там, в принципе, нарыли много мест, стран, где, в принципе, существуют и часовни в британском парламенте, есть даже отдельная комната тоже для моления. Но тогда прозвучали и такие высказания, что, ну раз мы многонациональная страна, многоконфекциональная, тогда православную часовню, синагогу поставьте. А почему только намазкана? Но, опять же, возвращаясь к тому, что политики тоже исламизируются, там это своего рода, когда вот именно идет пятничный намаз, спускаются депутаты и спускается как бы их группа поддержки. И там видно, кто с кем. Опять же, опасность того, что религия будет использоваться как инструмент политики. И тот же рост национализма, потому что это где-то даже, может быть, идет с попущения госорганов. Хотя у нас есть национальная концепция бюджетнической политики, где идет равенство всех этносов, учет всех интересов и прав всех этнических групп, но, тем не менее, оно чувствуется. Особенно вот языковой вопрос, что в любом случае русскоязычное население у нас превалирует, особенно в северных областях. И многие вопросы наслаждаются. У нас нету хороших методичных пособий по киргизскому языку. У нас нету нормальных словарей, каких-то учебников более-менее внятных. Нету. Школьная программа, которая дается, даже сами носители языка не всегда могут понять или выполнить задание, которое дается, или не всегда понимают текст. Поэтому там в этом плане раздраги, хаос идет. И если этот вопрос не будет решен, и вот именно смягчено насаждение языка другим этносом, тут должна быть какая-то более другая мотивация. То, чтобы человек захотел учить язык, а не из-под палки. Поэтому здесь очень много вопросов, которые нужно решать, но те же политики, они заняты пока своими вопросами. А общество идет по какому-то своему направлению. Куда это приведет, я не знаю. Выводы. Естественно, молодая республика, трансформация идет. Мы меняемся. Где-то это хаотичный, где-то это постситуационный. А, получилось. А, значит, вот так у нас. Ну, понятно, ладно. Вот, значит, вот так вот. То есть нету прогнозирования, нету планирования, нету где-то даже видения будущего. Текущая политическая обстановка – это очень шаткий баланс. То есть сейчас президент смог как бы выровнять за счет того, что многие крупные политики либо находятся под уголовным преследованием, либо под стражей, но они там не могут сидеть вечно. В любом случае они выйдут по амнистии или еще как-то. А что будет тогда, когда они выйдут? Тот же Текибаев, тот же Асанов, тот же Сатабалдив, Девантору. Они достаточно сильные, авторитетные и имеют поддержку в своих регионах. Что тогда будет, я тоже как бы... Возможно, уже это будет как бы решаться ближе к парламентским выборам. Потому что многие эксперты опять считают, что нынешняя осень – это подготовка к парламентским выборам 2020 года. И тогда ситуация будет накаляться, будет меняться, исходя из того, как, опять же, тот же президент будет вести себя с другими политическими силами. Как его партия будет работать с другими партиями. Хотя у них уже как бы есть парламентское большинство в четыре партии из шести. Но опять же, они сегодня и завтра уже были случаи, когда парламентская коалиция большинства, она распадалась. Собиралась вновь уже с другими партиями. Ну, конечно, с СДПК в основе. Поэтому хорошо, что сейчас как бы такой период передышки. Но в то же время властные структуры, тот же президент, тот же парламент, должны быть готовы подготовить почву для того, чтобы решить возможные и конфликтные ситуации. Возможно, эскалация напряженности на политической арене и в обществе. Вот. Павел, благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ